Какие сертификаты имеет питьевой гель? В каждой стране он имеет те сертификаты, которые необходимы для того, чтобы можно было продавать в этой стране. Кроме этого, имеются добровольные сертификаты, такие как Институт Фрезениуса и Международный институт Алоэ Вера. Через Институт Фрезениуса проведены все питьевые гели Алоэ Вера и даже жестой гель с ягодами Асай, а также два продукта Майтмастер жидкий, зеленая формула, Майтмастер жидкий, красная формула. Мы очень гордимся этим знаком. Почему? Потому что Институт Фрезениуса – это высочайший независимый институт, который контролирует качество некоторых медицинских препаратов, продуктов и оборудования. В частности, основная его функция – это оборудование и реагенты, реактивы, медицинские препараты для пересадки органов, для гемодиализа и так далее. Для аппарата искусственной почки имеется в виду. То есть это реально высочайший уровень качества. И если в вашей окружении есть тот, кто работает на скорой помощи, в институтах неотложной помощи, либо в реанимациях, тот знает про этот институт. Кроме того, в Российской Федерации то, что я сказала, находится в регистре лекарственных средств Российской Федерации. В этом регистре представлены лекарственные препараты, таблетированные препараты, различные биологически активные добавки типа витаминов, минералов. Мы относимся по классификации к другим БАДам. Другие БАДы – это означает, то есть есть отдельные минералы, есть отдельные витамины, БАДы – витамины, БАДы – минералы, есть отдельные БАДы, например, травяные чаи. А мы относимся к другим БАДам, потому что непонятно, куда нас отнести, потому что мы содержим и витамины, и минералы, и вроде как на растительном сырье. Поэтому есть такая группа – другие БАДы. На самом деле в этом регистре ничего такого сложного не написано. Посмотрите, там есть информация. Российское название, английское название. Дальше. Есть информация, куда обратиться, сервисы специальные, туда просто ссылка, если ты туда уходишь. Написано условия хранения и написано, кто производитель. Все. Срок годности вот тоже написано. Ничего такого, то есть там не расписано, как применять, какие-то рекомендации. Это все препараты расписаны по позиции, кто произвел, к какому классу относится. И этот регистр, он вот такой толстен, вот такой, если он в бумажном виде. Но в электронном виде, понятно, он.